Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра-2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Продолжение следует... 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 Здравствуйте, у меня вопрос к Наталье Владимировне. Организаторы в этом году сообщали, что из Югры больше всего подано заявок на конкурс. Действительно ли это так, и означает ли это, что в Югре сейчас модно заниматься социальным предпринимательством? Ну, я полагаю, что я пользовалась теми же источниками, что и вы, и действительно, среди всех регионов Российской Федерации, принимавших участие, заявившихся, у меня участие в конкурсе, из нашего региона было больше всего подано заявок. Я полагаю, что это такой своеобразный, с одной стороны, поклон самому конкурсу в связи с тем, что доверие сформировано и понимание того, что тебя справедливо оценят. С другой стороны, очевидно, что раз есть такое большое количество заявок, значит, есть спрос на те услуги, которые социальные предприниматели оказывают населению. И вот это вот совпадение, это крайне полезное состояние. И я хочу поблагодарить фонд за эту работу, потому что в данном случае мы поддерживаем фонд. И хочу пригласить, считаю крайне важным, вот эту вот пропагандистскую составляющую, которая позволила, кстати сказать, и сформировать такой блок экономики в нашей стране, социальное предпринимательство, что крайне важно. И для того, чтобы, может быть, еще больше аргументов в пользу того, о чем вы спрашивали, прозвучало, приезжайте в 2020 году к нам. Мы планируем организовать для регионов Уральского федерального округа встречу социальных предпринимателей. И это будет еще в один такой мощный, серьезный импульс добра для того, чтобы социальные предприниматели, активные люди с активной гражданской позицией, видели возможность для ее реализации. Спасибо, Наталья Владимировна. Пожалуйста, следующий вопрос. Агентство ТАСС, Найд Шаполин, Вагита Суфович. Премия, она единственная в России за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Расскажите, как она менялась с годами и какие в этом году добавились новые номинации? Ну, премия, она развивается и живет совместно с обществом, поэтому запросы общества меняются за эти годы, то, что премия существует. Это восьмой год. В этом году новые номинации – это стартап в области социального предпринимательства. Мы были удивлены, что в первый же год почти 30% от всех заявок были потаны именно в стартап в области. То есть очень интересные предложения. Я уверен, что это, наверное, номинация будет иметь свое расширение. Всего в этом году отдано 320 заявок. То есть сравнить с прошлым, то это было 235. То есть каждый год на 30% растет количество заявок, растет интерес к действиям фонда и нас собирает. Спасибо, Вагит Ясуфович. Пожалуйста, следующий вопрос. Вагит Ясуфович, подскажите, пожалуйста, насколько увеличилась активность регионов? И в этом году Югра самый активный. Кто еще из регионов проявил особую активность? Спасибо. Югра была традиционной, самой активной, потому что первые эксперименты мы проводили на югородской земле, потому что это было связано с нашей компанией, это было связано с моим личным отношением к городам Югры. Сегодня уже активность появляет Москва, Московский Логурс, Нижний Новый, тот очень активен, Санкт-Петербург. То есть много регионов сегодня у меня, конечно, проявили то, что Камченко презентовала уже проект, который связан с фондом наших вещей. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, телеканал «Россия-24». У меня вопрос к Владимиру Високовичу. На Ваш взгляд, как развивается сам проект «Самопремия»? Стало ли больше людей готово вкладывать в социальные предприятия? Ну, разумеется, потому что 8 лет назад даже такого термина «социальный предприниматель» и «социальный предприниматель» не существовало. Я буду с ним уступление сегодня говорить, что у нас внешне, чтобы было давлено на правительство и государство, и Думы, и Федерацию, что вот этому дадут принять закон «социальный предприниматель». Поэтому сегодня огромный интерес в нашей стране. Конечно, этот опыт, который он в наше будущее реализовала здесь, он основывался на международном опыте, на опыте. Западный его, Индий, Меликородов. Поэтому мы довольны тем, как он развивается, и как сегодня в обществе крупные корпорации, наши партнеры, и Балтика, и Европейская компания, и другие, с нами совместно реализуют. Они вращаются к нам за методологическим материалом для того, чтобы возвращать, развивать собственные проекты тех базовых регионов, которые они сегодня ведут в своем основе. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Издательский дом собеседника. У меня вот Наталья Ивановна. Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать социальный предприниматель, чтобы получить эту премию и путь добра? Прежде всего, он должен быть предпринимателем, быть активным, он должен иметь активную гражданскую ответственность, и взять на себя эту ответственность, решать социальные проблемы. И эти проблемы должны быть актуальны. Спасибо, Наталья Ивановна. И, пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте. Глеб Егоров, Фербакадейли. У меня вопрос Натальи Ивановны. Наталья Ивановна, как известно, в этом году был применен закон о социальном предпринимательстве. Как, по-вашему, в будущем будет развиваться это направление? Спасибо. Да, мы действительно очень довольны. Мы долго ждали, мы много всего, много труда вложили в то, чтобы закон был. Закон получился достаточно сложный, и на сегодняшний день он не гарантирует никаких преференций и мотиваций для социальных предпринимателей. Поэтому будет некая разъяснительная работа, в том числе специалисты нашего фонда будут рассказывать, объяснять. Сейчас мы уже начали делать программный продукт, который упростит процедуру вхождения социальных предпринимателей. Но дальше, после того, как реестр будет сформирован, я уверена, и на федеральном уровне, и на региональных уровнях будут разработаны программы поддержки социальных предпринимателей. И, как сейчас в законе это предусмотрено, финансовые, имущественные, какие-то льготные, арендные ставки и так далее, что все-таки эти возможности, которые откроются, они дадут такой быстрый рост социальным предпринимателям. Спасибо, Наталья Ивановна. Большое спасибо за ваши вопросы.